Раздел 7. Релейная защита трансформаторов напряжением 10 на 0,4 кВт. Пункт 7.1. Защита трансформаторов плавкими предохранителями. Выбираем плавкие предохранители напряжением 6 кВт для защиты трансформаторов Т9, Т10, Т11, Т12, рисунок 1.1. В соответствии с указателями главы 4 на стороне 6 кВт трансформаторов Т9, Т10, Т11, Т12 выбираем кварцевые предохранители на 10 кВт типа ПКТ-104,10,100,31,5, номинальный ток которого равен 100 А. Ток отключения 31,5 кА. Значительно больше, чем максимальный ток короткого замыкания в точке К9. Равный 2,41 кА. Пункт 7.2. Расчет защиты магистрального участка сети. Линия В11 трансформатор Т9. Линия В12 трансформатор Т10. Линия В13 трансформатор Т11. Линия В14 трансформатор Т12. Расчет максимальной токовой защиты. Ток защиты на выключателе К9 выбираем по наиболее тяжелому условию обеспечения не срабатывания на отключение защиты линии В11 при послеаварийных перегрузках. Первичный ток срабатывания МТЗ на выключателе К19 при отключении трехфазного КЗ на отходящем элементе точка К10 заведомо меньше, чем при других послеаварийных режимах. Первичный ток срабатывания максимальной токовой защиты МТЗ на выключателе К19 по условию не срабатывания релейной защиты при включении дополнительной нагрузки устройством АВР КФ11 равен, где К0 равное 1,3 коэффициент отстройки для реле РТВ КВ равное 0,7 коэффициент возврата реле РТВ КИ равное 1,5 коэффициент учитывающий увеличение тока двигателя не терявшей питания секции при снижении напряжения вследствие подключения нагрузки другой секции КЗ равное 0,3 коэффициент загрузки трансформатора по условию обеспечения не срабатывания МТЗ при восстановлении питания действия ВР после бестоковой паузы равно Исходя из условий согласования по току с предохранителями принимаем Ток срабатывания защиты выключателя КУ-19 равный 130 А, ток срабатывания реле РТВ равен 13 А Производится согласование МТЗ на выключателе КУ-19 магистрального участка с осечкой автоматического выключателя КУ-F6 Ток срабатывания автоматического выключателя КУ-F6 приведенный к стороне 10 кВ равен Где КНС равный 1,55 коэффициент надежности согласования реле типа РТВ с автоматическим выключателем ВА Окончательно принимаем ток срабатывания защиты выключателя КУ-19 равный 130 А При ступени селективности 0,6 секунды МТЗ на выключателе КУ-19 должна иметь выдержку времени в независимой части Где Время плавления предохранителя равно 0,05 секунды Время горения дуги равно 0,05 секунды Ступень селективности равна 0,6 секунды Чувствительность МТЗ на выключателе КУ-19 в основной зоне равна Расчет селективной токовой отсечки Отстройка от максимального тока внешнего КЗ равна Проверяется надежность отстройки отсечки от броска тока на магничивание трансформаторов Коэффициент чувствительности отсечки определяется при двухфазном КЗ на выводах 10 кВ силового трансформатора точка К-11 При условии, что погрешность трансформатора тока ТА1 не превышает 10% Проверка на 10% погрешность Проверка на 10% погрешность производится по методике с помощью кривой предельной кратности Предельная кратность определяется по выражению Этому значению соответствует сопротивление нагрузки равное 1 Ом При котором абсолютная погрешность равна 10% А токовая погрешность несколько меньше 10% Рассчитывается фактическое сопротивление нагрузки на трансформаторе тока ТА1 При двухфазном КЗ на выводах 10 кВ силового трансформатора То есть в зоне действия МТЗ По выражению Где ZRTM равна 0,155 Ом сопротивления реле РТМ при уставке 40 А И ZRTV равно 0,337 Ом сопротивления реле РТВ при токе срабатывания 14 А Таким образом, расчетное сопротивление нагрузки равно 0,98 Ом Приблизительно равно допустимому значению 1 Ому И следовательно, погрешность трансформатора тока меньше 10% Определяем чувствительность отсечки с учетом действительной погрешности трансформаторов тока Погрешность трансформаторов тока определяется при максимальном токе КЗ При коэффициенте чувствительности равном 1,5 Для токовой отсечки блока линии Трансформатор Максимальная кратность тока равна Допустимое значение предельной кратности равно 9,1 При определенном значении расчетного сопротивления нагрузки равном 4,21 Ом Коэффициент А равный 1,3 Отсюда погрешность равна 16% Коэффициент чувствительности отсечки при двухфазном КЗ в точке К8 равен Чувствительность обеспечивается при реальной погрешности Таким образом отсечку можно считать основной защитой магистрального участка Такая схема защиты может быть использована при заданных условиях Расчет специальной токовой защиты нулевой последовательности на стороне низшего напряжения трансформаторов Т9, Т10 и трансформаторов Т11, Т12 Ток срабатывания специальной токовой защиты нулевой последовательности от короткого замыкания на землю на стороне низшего напряжения трансформаторов Т9 и Т11 выбирается из условий отстройки токов небаланса в нулевой проводке, куда включен трансформатор тока с реле КАЗ. Для трансформатора Т9 ток срабатывания защиты равен, где КО равное 1,5 коэффициент отстройки, коэффициент чувствительности равен, где минимальный ток в точке К10 равен 306 А, ток однофазного КЗ за трансформатором Т9. Для трансформатора Т11 ток срабатывания защиты равен, где КО равного 1,5 коэффициент отстройки, коэффициент чувствительности равен, где минимальный ток в точке К12 ток однофазного КЗ за трансформатором Т11. Расчет токовой защиты от однофазного замыкания на землю в обмотке или в выводах трансформатора, а также питающей линией 10 кВт. Емкостный ток линии 11 определяется как Где ИЦО емкостный ток 1 км кабеля ААГ 3 на 25. Емкостный ток линии 13 определяется как Где ИЦО емкостный ток 1 км кабеля ААГ 3 на 16. Первичный ток срабатывания защиты выбирается из условия несрабатывания защиты от броска собственного емкостного тока линии при внешнем перемежающемся замыкании на землю, где КО равное 1,2 коэффициент отстройки, КБ равное 2,5 коэффициент, учитывающий бросок собственного емкостного тока. Чувствительность защиты равна Выводы Из приведенных расчетов следует, что МТО можно использовать в качестве основной защиты магистрального участка сети. РЗА на выключателе Q19 может быть выполнена двумя способами. Первый. МТО на реле типа РТМ с временем срабатывания защиты равным 1,1 секунды. МТЗ на реле типа РТВ с временем срабатывания защиты равным 0,7 секунды. Второй способ. МТО на реле типа РТ85 с временем срабатывания защиты равным 0,1 секунды. МТЗ на реле типа РТ85 с временем срабатывания защиты равным 0,7 секунды. С технической стороны оба варианта приемлемы и примерно равнозначны, за исключением элементной базы. Реле типа РТ85 является более точным и универсальным реле, но из-за условия согласования с предохранителями они теряют свои преимущества. Следует также учитывать, что РТ85 применяется в основном для защиты двигателей. Исходя из условий, однотипности оборудования устройства РЗА должны быть выполнены по возможности на одной элементной базе. Необходимо рассмотреть, на каких реле выполнены защиты остальных присоединений, рассматриваемого РП. Использование реле типа РТ85 для защиты электродвигателя не означает, что остальные защиты должны быть выполнены на реле этого типа. Предпочтение для защиты магистрального участка сети стоит отдать реле РТМ и РТВ, если позволяют технические условия.